Приветствую! 30 ноября 2023 год. 30-11-2023. Итак, вы с Олегом Соскиным на моем большом канале, как я его называю. А второй Соскин Ньюс, там тоже смотрите, там интересные материалы. Я вам сделал видео по поводу того, что будет продолжаться война. Да, Кулеба опять это заявил на встрече в Брюсселе с министрами иностранных дел НАТО. И Зеленский и его корпорации от этой линии отступать не будут. И цель выйти на границы 1991 года. Вот как бы в этом смысл сегодняшней власти. И для этого они будут идти, невзирая, как говорится, на боль в боку. Да, такая есть реприза. Он шел, невзирая на боль в боку. Он был с боку, да, он был с боку, но невзирал на боль, которая возникала в боку. Поэтому человек играет, судьба играет человеком, а человек играет на трубе. Да, такое тоже есть выражение. То есть вот эти ребята, они определились. Они считают, что они представляют Украину, всех десятки миллионов. И они будут двигаться вот по этому, по этому, это не путь. Поэтому лететь на этом паровозе зеленом. Ну хорошо, вопрос заключается только в том, что для себя, какие решения примут другие, эти десятки миллионов украинцев. Согласятся ли они с данной концепцией и директивой, выработанной вот этой группой людей в силу обстоятельств, жизненных оказавшихся при власти. Хотя голосовали и избирали их совершенно под другие цели. Ну а жизнь показывает, что это вообще не имеет значения в нынешних условиях. А что людей просто используют, те, которые рвутся к политике. Вот сейчас будем смотреть, интересно, в Аргентине. Парень там этот пришел милей. Вот он говорил одно, да. Что первое, что он сделает, распустит Центробанк, выйдет с Брикс, не пойдет в Брикс и так далее. Но первое, что он сделал, это он решил принять, вот, стать иудеем. Ну вот, но он же, наверное, не говорил, что это будет делать, что это первое, что он сделает, да. То есть он был и воспитанный, был католиком, христианином. Вот как это все совместить, понимаете? То есть, что мы с вами видим? Мы видим с вами, что так называемые люди, которые рвутся к власти, они говорят то, что от них хотят услышать. Когда они дорываются до власти, они уже делают то, что им заблагорассудится. Или благорассудится, можно сказать так. То, что им взбредет в их остатки ума. Это более будет правильное выражение, да. Коломойский же никогда не думал, что если он сделает Зеленского президентом, то окажется в тюрьме. И это его тюремное заключение будут все время продлевать без проведения следствия на два месяца. Так же, как и Дубинский был в этом, наверное, тоже абсолютно не сомневался, что он был уверен до последнего момента, что его не посадят. Это его посадили, при том еще какую-то гребаную камеру вообще, без туалета, по сути, без ничего, без душа, без условий и так далее. Уже и не слышно его, правильно? Вот и все. Так же, как и Рос был уверен. Много-много других, которые были депутатами, а их сейчас или судят, или посадили, или они бежали, жива, а что думал, что он будет бежать с Украины. Или многие-многие другие. Но так с ними случилось. То есть, они сами являются кузнецами своего вот этого счастья имени Зеленского, которое он им сковал. Вместе с Ермаком и с теми, кто за ним стоит. Вот, поздравляю вас всех. Вы молодцы. Хорошо поработали. Хорошо потрудились. Ну, может, другие будут как-то умнее, расчетливее. Пока таких не видно. Сегодня, кстати, уже СБУ Малюка пришли с обысками в Почаевскую лавру. Девы Марии. Ну, я вас поздравляю, ребята. Вы далеко пойдете. Вы очень далеко пойдете. Вам мало Киево-Печерской лавры. Вам мало перехода на этот иезуитско-папский календарь григорианский. То есть, вы решили арестов этих массовых священников. Вы решили двигаться дальше, в Почаевскую лавру. Я сделаю вам отдельное видео. Что было с теми, которые думали, что они могут захватить Почаевскую лавру. Разными деятелями государственными в разные периоды. Почаевскую лавру, как известно, даже коммунякам, чекистам не удалось захватить. Поэтому... Это очень опасная игра. Это такая... Это вообще игра с непредсказуемыми, трагическими, я бы так сказал, последствиями. Это вы играете в шутки с Богом. Ну-ну. Посмотрим, что будет. Малюк, конечно, герой в этом плане. Большой герой. Ничего не боится. Интересно, кто ему такие советы дает. Ну, зашли под видом того, что они там ведут такую деятельность. Там еще там и против типа иудеев, и против это. И на Москву там работают. Ну, как всегда, это ж... Боже мой. Читайте Сталина, там, репрессии, там, про Рыкова, Пятакова, Бухарина, Ежова и всех остальных, про Кондратьева Николая. Да, про Хвылевого, про украинские репрессии, про Соловки, про расстрелянное поколение, про Мюхновского. Боже. Читать не перечитать. Можно читать сутками. Как людей у них... Да, Троцкого почитайте. Там, зачем далеко? Каменева, Зиновьева. Это ж как бы... Да потом, как Берия закончил. Как сам Сталин, который убивал, чем он закончил. Хрущев чем закончил. Брежнев чем закончил. То есть, Ельцин и так далее. То есть, это все одно и то же. Одна и та же околесица. Одна и та же околесица идет. И вот новые пришли. Безграмотные, конечно, абсолютно люди. Они уверены, что вот они... У них будет это по-другому. С ними не случится так, как с предыдущими. Но они и предыдущих и не знают о них ничего. Но вот это событие такое произошло. Я думаю, это трагическое событие будет. Сакрально трагическое, мистическое будет событие. Но тут уже... Это еще раз подтверждает, что вот эта система людей при власти во главе с Зеленским и теми, кто его окружает, она уже... И теми, кто за ними стоит и кто их направляет, она уже полностью перешла все дозволенные границы. Все дозволенные границы и недозволенные. Это уже не только красные линии, черные, уже любые линии и зеленые перешли, что хочешь. Ну и теперь как бы должна потихоньку приходить расплата. И вот давайте мы посмотрим с вами. Просто поанализируем, поговорим. Ну вот смотрите, вот из тех, кто уже четко можно видеть, денег для Украины уже нет. Есть просто болтовня, разговоры, но денег как таковых и оружие в каком-то хоть объеме, даже чтобы держать оборону, уже нет. Ну и смотрите, что тут еще появилась информация про вот этот завод, где кости спаливают в Константиновке, что это не кости рогатого, крупного рогатого скота спаливают, а кости других, так сказать, разумных спаливают, которые погибли на фронте, чтобы не выплачивать компенсацию. Это вообще не дай бог, если это все правда. Вот, ну, так говорят, может врут, дай бог, чтобы врали, но да ладно, оно все равно раскроется. Теперь смотрите, что получается. То есть потери огромные. Насколько я понял, вот Арестович заявил, что чуть ли не 300 тысяч невосполнимых потерь. Ну, я думаю, меньше, по-разному говорят. Ну, реально, конечно, реальность очень простая. Да, я думаю, что невосполнимые потери, то есть те, которые вот так называемые, причем же не называют, сколько пропавших без вести. Не называется число. Но можно говорить, что пропавшие без вести и те, кто погибли, это минимум где-то 130 тысяч человек. Минимум 130. Ну, я тоже там, как бы, разные цифры называются. Я думаю, к концу февраля следующего года надо будет говорить минимум 150 тысяч погибших. Минимум 150 тысяч убитых украинцев на фронте. Ну, плюс же очень десятки тысяч просто гражданских погибших. Детей, женщин, мужчин и так далее. Ну, если будет 150 тысяч, то надо добавлять еще 300 минимум, а то и больше. Один к трем. Тогда это 450. То есть будем иметь 600 тысяч только среди военного состава убитых и раненых, инвалидов и так далее. Ну, это огромная цифра, конечно. Это просто ненормально огромная цифра. Поскольку усиливается преследование мужчин-украинцев в Украине, да, чтобы их гнать на фронт, вот, массово гнать и забрать молодежь, ну, естественно, что потери будут огромные и их закрыть нечем, и поэтому решили уже брать подряд всех. Но молодежь, она означает, что они не женятся и они не воспроизведут свое потомство. Вот и все. То есть это уже, это уже открытый, он уже геноцид, но это будет уже просто, уже даже Сталин отдыхает. Вот, что потом, когда, может, и будет история, тогда будут говорить, что Зеленский создал в Украине и слуги народов, его власть, фамилии будут называться, что они создали геноцид. Вот, что это было похлеще сталинского геноцида вот этих 30, начала 30-х годов. Ну, так я полагаю, выскажу мнение из того, что я уже знаю, видел своими глазами, читал и так далее, документы. Ну, а теперь смотрите, то есть, я вам разбирал ситуацию с Соединенными Штатами Америки, кстати, еще раз подчеркиваю, Киссинджер ушел из жизни, активизировался как раз все, потом Зеленский с ним встретился и Киссинджер ушел. Видимо, и Папа Римский скоро уйдет, я так понимаю, Франциск, иезуит, генерал-иезуит. Теперь смотрите, что получает. Вот просто, вот все, как бы все с кем, появляется ли сейчас у Украины больше союзников? Есть союзники. Венгрия союзник? Нет, не союзник. Это уже открытый противник Украины. Если и Зеленского лично, если Зеленский идет по пути войны, и Украина по пути войны. Он четко, все авто сейчас заявил, оружие давать не давали и не будем. И мы против войны. Раз. И против вступления Украины и в ЕС, и в НАПР. Вот один открытый абсолютно противник. Он ослаб? Нет, он усилился. Очень усилился. Была встреча в Будапеште, к нему приезжал Мишель. Что-то Мишель смог его уговорить? Нет, ничего не смог. Наоборот, Орбан еще более усилился. Словакия. Фицца возглавил. Новый премьер-министр. Он знает, как контролировать Словакию, цементирует свою власть. Это открытый противник Зеленского и Украины как в войне. Да, он это заявил. Говорит, лучше 10 лет переговоров, чем 10 лет войны. Четко. Сегодня 30-е. Завтра на главном переходе со Словакией будет этот союз перевозчиков Словакии заблокирует границу для украинских автомобилей и больших грузов. Все. То есть, Зеленский смог это решить в Польше? Нет, не смог. Более того, эта зараза теперь перекинется и на Словакию. То есть, уже четко можно говорить, что Фицца, его министры, они приняли решение сжать еще больше на Зеленского, на Украину. Они получили или согласовали это решение. То есть, Словакия заявила, что она больше никакой военной помощи тоже, как в Венгрии, давать не будет и прочего всего. И все, Зеленский, твоя песенка тут со Словакией спета. То есть, это проигрыш Зеленского, да. Где бывшее правительство, вы про них что-то услышите? Нет, абсолютно. Просто как вода их смыла. Как мусор. Все. Нет. Вот вам еще один уже противник, жесткий противник. Рюте, Нидерланды берем. Подальше чуть-чуть. Те, которые, сказали, дают вот эти F-16, 2 миллиарда долларов в следующем году. Где Рюте? Рюте просто все проиграл. Рюте просто обделывался по самые уши. Вместе со своей партией там. По полной программе. Кто на первое место вышел? Враг Зеленского. Личный, открытый враг Зеленского тоже сторонник Путина и Российской Федерации. Партия Свободы. Там какие-то лопочат всякие дундуки, бурундуки, что не надо волноваться, что эта партия не сможет создать коалицию. Но это мы уже слышали от этих болванов. Вот эти все разговоры в пользу бедных. Это болваны. Болванов даже не надо слушать. Специально распространяется их точка зрения всяких этих. Это все недоумки. Они врут. Они просто лживые недоумки, которые вообще даже близко к этим темам приближаться не должны. Потому что они некомпетентны. Они там кем-то себя называют, там такими четными, по четным четные, по нечетным нечетные. Но это болваны. Брехуны, болваны, которые вводят массу, биомассу в заблуждение. Сто процентов вам даю. В Нидерландах, я полагаю, сформируется очень жесткая контр-власть Зеленского, слугам народа, ну и Украине в целом. Ничего давать не будут. Вообще никуда пускать. Гнобить будут по полной программе. Будут Зеленского под плинтус загонять. Вместе с его окружением, канцелярией и так далее. Аж Зеленский, не знаю, пятый угол будет искать. Вспомните меня. Запомните просто. Не потому, что я против Зеленского. Это объективная реальность. Надо жить в рамках объективной реальности, а не вот этих идиотских, глупых, совершенно каких-то придуманных грез и мечтаний. Понимаете? Не надо там лезть туда. Это бесполезно. Это вредно. Читай, вот Кулеба пусть прочитает, там еще кто-то. Прочитайте Кампанеллу, Город солнца. Почитайте. Это все просто бред. Понимаете? Почитайте Уэллса «Россия во мгле». Немножко. Просто. Просто, чтобы... Ну, хотя кто это вам уже не поможет. Уже это у вас мутация произошла необратимая. Ну да ладно. Идем дальше. Нидерланды уже все. Союзника нет и не будет. Столтенберг. Да его не будет уже к Новому году. Он уже добывает свой срок. Все. Он сказал, что он уже не хочет. Поэтому в Вашингтоне должны уже избрать нового генсека на следующий год. На этой... Или сразу назначат. Ну, будет вместо Столберга будет кто-то другой. Так? То есть, тоже в НАТО появится другая фигура. Ну, ладно. Не берем этот процесс. Берем другой. К июню следующего года уже ни Мишеля, ни Урсулы фон дер Ляйн, ни всех этих комиссаров уже не будет. Все. В июне выборы. Поэтому эта вся группа руководителей, она еще немножко подрыгается. Вот сейчас Рождество. Они все уйдут на Рождество. Где-то они еще проявятся там в конце января. А уже все. За 60 дней до выборов в июне, это получается май, апрель. То есть, уже все. В марте, считайте, у них уже... Они все в феврале начнут готовиться к выборам. В европейский парламент и прочее. Чтобы занять позиции. Там огромные деньги хотят люди иметь. Все. Поэтому вот эта вся верхушка, которая сейчас есть, ее уже тоже смоют. Их уже не будет. Придут какие-то абсолютно новые люди, которые совершенно вообще далеки от Украины. Вот вам следующий этот пассаж. Польшу берем. На границе уже реально, как говорится, тучи ходят хмуро. Край суровый, объят забастовкой. Причем жесточайшей же забастовкой. Нагло себя ведут эти конфедераты, которые против Украины. Это антиукраинская сила пришла к власти. Которая против целостности Украины. Нацелена на захват Львова, Луцка и так далее. Все. Западная Галиция, Галичина вся молчит. Волынь вся молчит. Все молчат. А где же ваши там националисты украинские? Где там бендеровцы и все прочие? Куда вы все спрятались? Так как это самое бла-бла, поговорить немножко. Это да, можно, которую уволили. А реально, вот реальность. Есть реальность, что фактически вы превращаетесь в тупик. Понимаете или нет? Вы превращаетесь в сибирский таежный тупик. Галиция. Через вас проехать будет уже некуда и невозможно. Вы станете зоной депрессии. Слышишь, садовое и прочие там деятели. Все. Вы будете никому не нужны. Никто денег в вас складывать даже уже не будет. А что же в вас складывать, если вы становитесь новой линией фронта? Еще какой? Вы даже этого сообразить не можете. Настолько тупые оказались все. Будет там разблокировка? Может, Зеленский туда поехал? Уже там двое водителей умерло. Никто не проводит расследование. А где Нота? А где Кулеба? А где Шмигаль? А где заявление парламентской фракции, Арахами, Слуг Народа, Корниенко, Стофийчука? А ничего нет. А потому что трусы плюс просто куклы, которые мне дали отмашку, чтобы они выступали. Вот и все. А как иначе? Трус не играет в хоккей. То есть проиграно полностью защита финансово-экономических интересов Украины. И Зеленский туда не едет. Потому что он знает, что туда ехать там он ничего не соберет. Хотя там проблема... То есть это фактически линия обрушения Украины. Это хуже, чем даже крах зернового коридора в Черном море. Это еще хуже будет. Молчок. Но Украина и так банкрот. Украина банкрот. То есть Польша. А тут же там еще событие произошло. Там есть такая комиссия, которая работала. Специально ПИСом была создана. И она сделала вывод, что Туск неприемлемен как премьер-министр. Его нельзя использовать. Там еще целый ряд других людей на государственной должности. Тем более премьер-министр. Их сейчас распустят. В среду их должна была распустить. Это самое. Их САИМ. Но они перед распуском издали вот такое... Такой крик агонии промежуточный отчет дали, что Туск не может быть премьером. Как думаете, для чего? Для чего это все нагнетается? То есть все нагнетается, чтобы Дуда через две недели объявил чрезвычайное положение в Польше и не допустил прихода к власти оппозиции во главе с Туском. Вот и все. Что же вы такие глупенькие? Все к этому идет. Вот вам еще один. Чехия чрезвычайно нестабильная. Там идут серьезные сейчас забастовки учителей и прочих этих групп. Сейчас, я думаю, врачи восстанут. Еще там... То есть там будет крах. Там все идет к краху. Сломают там этого фиалу, этот режим и так далее. Вместе с этим президентом его этим... Вот. Тоже он мечтатель. Он же в эту группу вместе с Навальным и этим самым входит с Зеленским и президентом Бахом Олимпийского комитета. Это группа мечтателей. Там еще каких-то пару человек. Вот. Чехия тоже станет против. Ну так где же ваши союзники? США? Да там полный крах. Европейский Союз? Так его не будет. Так где? Кто? Где? Как? Кто деньги давать? Германия? Ну, Германия находится в тяжелейшем власть положении. Даже не хочу это обсуждать. Они дают немножко, но у них все хуже, 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 хуже. Кто? На фоне этого ухудшения для Украины будет... В каких условиях происходить? На фоне войны Израиля с Хамазом, с Хезбалу и, наверное, с Ираном. Тем более там их заявляют же, что сейчас они за Катар еще возьмутся. Правильно? Надо за Катар браться. Там находится одно из логовищ центральных фашистско-исламской матки всемирной. Катар главный кормитель, вскармливатель этого Хамаза. Это однозначно. Так же, впрочем, как и Хезбалу и Ирана и прочее. Вот вам следующее сюжетик. Как вам? Нравятся сюжетики? То есть исходить надо из того, что все союзники Зеленского, ну еще Великобритания, там сунок уже конченый политический. То есть всех союзников Зеленского, с кем он от этого налаживал отношения, с кем целовался, обнимался, ну реально, которые имеют какие-то деньги, оружие и прочее, их к марту месяцу 24-го смоет, как, я вам говорю, как это самое, какие-то мусор водой. Все. Их не будет никого. А новые будут все против Зеленского. Я вам назвал уже тех, которые стоят против. То есть врагов Зеленского, слуг народа, кулебы, шмигаля и всех прочих. И становится все больше, больше, больше и больше. А союзников вообще не будет. Поэтому очнитесь, если можете. И делайте выводы, соответствующие из того, что я говорю. Ну давайте будем смотреть, понимаете. Как говорится, пока жареный петух, как говорится, в темечко зеленые не пробьет, никому не поверит. Пока самосвал не пропустят через собственную грудь, но уже тогда поверят, но уже, как говорится, уже им будет до одного места это все. Но украинцы, вы же чуть-чуть думайте по этому поводу. Василий Амсовский на моем большом канале. До новых встреч.